МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый год. Несомненно, самый любимый, самый волшебный праздник. Его отмечают всегда в семейном кругу, да и готовятся тоже все вместе. Сегодня мы приглашаем всей семьей вспомнить замечательную новогоднюю традицию. Изготовить своими руками елочные игрушки из ваты. Научат нас делать эти замечательные игрушки Марина Ерманок, учитель начальных классов. Ранее мы с ней уже встречались, она нам рассказывала о школьном кукольном музее. Мы находимся снова в школьном музее традиционной тряпичной куклы Берегиня в преддверии новогоднего праздника. Праздника, который, наверное, особенно любим и взрослыми детьми, это время ожидания чуда, ожидания Деда Мороза, его подарков, исполнения желания. И это встреча с красавицей елкой. Елкой, которую так необходимо, радостно и интересно наряжать игрушками. Игрушки эти хранятся у каждого в каком-то закуточке, в закромах. Достаются с антресоли раз в год. И с каждой из этих игрушек в каждой семье связана какая-то интересная история. И вот доставая эти игрушки, человек вспоминает историю собственного детства. Историю своей семьи, своей страны. Потому что, если это игрушки стеклянные, они, конечно, отражали историю своей страны. Хранятся, наверное, в этих коробках у многих, так же, как и в моей семье, игрушки, сделанные своими руками. И вот особенно о них сегодня и хочется рассказать. В этом стиле, в стиле 50-х и послевоенных годов, мы нарядили сегодня нашу школьную елку в нашем музее. Там игрушки, сделанные и своими руками, и фабричные игрушки. Но возраст этих игрушек очень велик. Их с любовью хранили в семьях моих учеников и моих коллег. И вот сегодня, для такого торжественного случая предновогоднего, они вышли покрасоваться. А под елкой Дед Мороз, ровесник мой, сделанный руками моей бабушки, вместе со Снегурочкой в этом стоит, хранится в той же коробке с 58-го года. И вот сегодня он удостоился впервые такой ответственной, почетной роли показаться большому количеству людей. Сейчас наши дети вместе со взрослыми наряжают елку. Прыгают под ней, играют до наступления Нового года. А история рассказывает нам о том, что раньше елку дети не украшали. Это делали только взрослые, накануне Рождества. И всегда в тайне от детей. До наступления Рождества елку детвора не видела. Вот это ожидание чуда, волшебства, предвкушение встречи с лесной красавицей доставляло детям не меньше удовольствия, чем сам праздник. Веселье вокруг елки заканчивалось раздачей подарков. Также детям разрешали взять с елки лакомство или понравившуюся игрушку. Кстати говоря, большие елки для этого даже опрокидывали на пол. Этот момент рождественского праздника называли «ощипывание елки» или говорили «рушит елку». В моем доме всегда устраивали праздник новогодний. К ним очень тщательно и здорово долго готовились. Бабушка была моя большая мастерица. Вот ее руками сделан Дед Мороз со Снегурочкой. И последнее время я все чаще и чаще вспоминаю эти игрушки. И поскольку научилась в то время, будучи маленькой девочкой, делать такие игрушки, хотела бы передать эти знания, полученные от бабушки, от своей. Вот современным деткам варился крахмал, бралась вата, проволока, картон. Вот те незамысловатые вещи, которые были необходимы. В старину, правда, еще добавляли слюду, которая позволяла игрушкам блестеть и переливаться. Хотя игрушка уже прожила больше 50 лет, кое-где еще она поблескивает. Вот слюда сохранила вот эти свойства, несмотря на такой вот большой свой срок жизни. Мы будем делать игрушки сегодня. Грибы. Я думаю, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому сейчас переходим к практической нашей работе. Работе я буду вместе с детками. Ребята увидят впервые этот материал и будут работать вместе со мной впервые. Поэтому я думаю, что будем смотреть, как будет у них получаться, буду им помогать. Я думаю, что у нас получится обязательно новая интересная работа. Ну вот, мои дорогие, мы собрались в нашем замечательном музее. И сейчас вашими руками будет свершаться удивительное чудо. Среди зимы, перед самым Новым годом, вы будете мастерить игрушки своими руками. А что из этого получится, увидим через, наверное, минут 15. Вы готовы? Да! А знаете, с каких вещей мы сегодня важные наши занятия начнем? Вы сейчас прикоснетесь к очень-очень старым игрушкам, очень старым вещам. Посмотрите, пожалуйста. Это елочные игрушки, которые были сделаны чьими-то руками, какой-то мамой или бабушке. А может быть, и ее ребенка. Вот давайте я буду передавать Наташу. Держи. Как бы вы назвали эту игрушку? Кто это? Девочка, которая едет на снегокате. Или на санках? На санках. Не было тогда снегокатов никаких. Посмотрите, какая счастливая она. Вот это акробат. Циркач. Явно артист цирка. Да, Синь? А как вы думаете, вот это кто? Гном. А вот это, ребята, посмотрите, пожалуйста. Вот эту игрушку вы точно назовете как-то? Конькобежец. Конькобежец, да? А как вы думаете, почему конькобежец, а не фигуристка? Может быть, это фигуристка, девочка? Смотрите, какой у нее шарфик. Или все-таки конькобежец? Конькобежец. Конькобежец. Посмотрите, какая поза у этого спортсмена. Ручки заложены за скрытку. А фигуристка вообще это на льду. А конькобежец на чем? Тоже в конечках на льду. Посмотри. Вот от старости один конечек потерялся. Я думаю, что мы обязательно отреставрируем эту игрушечку. Сделаем второй конечек. Вот. Конькобежец такой замечательный. А вот это что за фрукт? Мандаринчик. А вот это и диска. Как настоящая. А вот этой морковке больше 50 лет. Интересно, в каком это овоще-хранилище смогли сохранить морковку, которая больше чем 50 лет живет на этом свете. И даже грибок. С красной шляпкой. Это какой же гриб такой с красной шляпкой? Сыроежка? Нет. Не сыроежка. Мы вот там заглянем. У сыроежки пластиночки должны быть. А там нет пластиночек. Это, наверное, подосиновик. Тоже мне грибники. Вы, наверное, к зиме забыли, как называются какие-то грибы. А вот это, ребятки, самая старая куколка в этой коллекции. Эта куколка появилась на свет еще до войны. Как бережно ее хранили, с какой любовью в доме, что она вот сохранилась. А показать, какие грибы будем сегодня делать? С ножкой. С ножкой толстой, прямой. Вот какой же гриб такой, как вы думаете? Белый. Белый, конечно. Вот целую корзину грибов. Посмотрите, пожалуйста. Похожи на настоящие? Да. Вот можете подержать в руках. А я тебе тоже гриб. Да? Смотрите, вот какие грибочки. Так. Понюхали даже. Настоящие? Нет, не настоящие. А тут соусом. Соусом? Крахмалом? Нет. А каким же соусом? А каким же соусом-то пахнет? Это знаешь, чем пахнет? Пахнет краской. Вот гуашь так пахнет. Ну, кладите. Какое вкусное. Вкусное, да? Да. Ну вот мы с вами сегодня будем работать на самом деле с очень знакомым материалом. И в то же время совсем новым. В таком качестве вы с ним еще никогда не работали. Вот этот крахмал, который налит у вас тарелочки, используется мамой вашей, когда она варит вам кисель дома. Поэтому этим клеем можно работать прямо руками, без кисточек. И можно сейчас попробовать сделать такой гриб. Начнем? Да. Берем картоночку. Из картоночки мы вырезали кружок. В этом кружочке есть два отверстия. Увидели эти два отверстия? На что похож теперь этот кружочек? На пятачок. На пятачок? Правда, на пятачок у поросеночка похож. А еще на что? Ну, посмотрите на свои манжетики, которые рукавчики вы засучили. А вот там на манжетиках-то у вас есть, а у нас вот нет. На пуговки, конечно. И вот мы сейчас с вами вставим один конец проволочки в одно отверстие. Второй конец в другое отверстие. И вот так потихонечку потянем. Не сильно. Потихонечку. У нас получилась пуговка на ножке. Вставили? Молодец. Тяни, Сереж. Синь, тяни к себе. Вот. Потихонечку. Молодцы. Здорово. Тяни, тяни, Оль. Смелей. Так, посмотрите, пока Оль протягивает свою проволочку, вы посмотрите, что сделаем с вами. Под кружочком. Вот так. Перехватим нашу проволочку. И вот так ее несколько раз перекрутим. Только чтобы не оторвалась наша заготовочка. Картонная от проволочной. Вот так. И у нас получится заготовка для гриба. Вот так. Чтобы картоночка будет основой для шляпки. Картоночка основа для шляпки. А проволочка основой для ножки гриба. Скажите мне, пожалуйста, мы делаем поганку или белый гриб? Белый. А у белого гриба, давайте посмотрим на шляпку. Она должна быть такая выпуклая. Да? Большая. Вот мы сейчас возьмем с вами бумагу, которую я приготовила. Она мягкая и очень будет удобно с ней работать. Для работы вообще можно использовать салфетки. Можно и газеты. Только предварительно газету надо хорошенечко помять руками. Вот сделайте такой шарик из этой бумажки. Приготовили шарик. Очень хорошо. Мните, мните. Можно даже вот так покрутить. Колобочек, чтобы покатался у вас по руке. Вот. Молодец. Хорошо, Сережа. Теперь положите его пока, Сенечка, отлично. Положите его в сторону. Ну, теперь посмотрите. Вот здесь мы с вами заранее наготовили ваты наши, да, для работы. Потому что ватка нам нужна сейчас будет очень тоненькая. Вот сейчас я вам еще покажу, как мы делать будем. Мы будем брать с вами и очень тоненькие слои ватки набирать. Такие платочки из ватки будем делать. И каждый раз наш грибочек будем как будто закутывать. Вот видите, тоненькие длинные платочки, пластиночки. Это нужно делать, пока ручки у нас сухие. Потому что как только мы залезем в крахмал, конечно, к нашим рукам сразу эта вата будет прилипать. Но это даже здорово. Мы ее сразу будем использовать и лепить. Гриб из ваты. А помогать нам будет, конечно, крахмал. Мы с Сеней будем из этой тарелочки. И Оля с нами из этой тарелочки. А Наташа с Сережей будет из своей тарелочки. Посмотрите, что мы сделаем. Берем наш шарик, который мы сделали из бумажки. Обмакнем вот так. Немножечко. И над тарелочкой. Вот так. Взяли в ручки и покатали. Ой, когда еще в киселе можно будет руками повозиться, да? Приятное ощущение? Приятное, необычное. Берем заготовочку нашего гриба. И вот так сверху кладем на вырезанную нами картоночку. Положили. И если мы сейчас не возьмем сразу с вами какую-то пластиночку, то наша шляпка, конечно, не улежит и не усидит на картоночке. Берем пластиночку. Вот давай я с тобой пополам буду отрывать. Держи. И вот так сверху, посмотрите, накрою. И вот так очень легко ручкой попомну. Так, чтобы только кончики, проволочки торчали, посмотрите. И буду брать все время крахмал и густо смазывать. Следующую пластиночку. Причем старайтесь чередовать. Если одну пластиночку вы положили, посмотрите-ка. Ну-ка на меня посмотрите все, что вам было видно. Оленька. Одну вот так положили, а вторую вот так положили крест-накрест. Намочили ручку и тут же вот так обмяли. Обязательно накрываем каждый следующий слой, начиная со шляпки. Держи. Щедро мажем крахмалом, не жалеем, потому что крахмал... Оля, отпускай, отпусти на секундочку. Крахмал позволит вашим грибочкам быть вот такими твердыми, прочными и настоящими, похожими на настоящие. Есть, конечно, их будет нельзя, но порадовать друзей и вспомнить зимой и лето, конечно, будет можно и интересно. Смотрите, как Наташа хорошо делает, только перекручивать не нужно ножку, а вот ее наоборот надо так вдавить, чтобы она у нас стала... Посмотрите, какая. У Наташи уже прям вот похоже на маленький грибочек беленький. Смотрите, чтобы проволочка не спряталась. Вот у Наташи проволочка видна, а моя куда-то спряталась непослушная. Если она спрячется, нам трудно будет на елочку повесить наш грибочек, а мы все-таки делаем с вами елочную игрушку. Нам обязательно надо было, чтобы видно была проволочка эта. Посмотрите, есть такой вот еще прием в работе, когда шляпка уже сформирована, то можно вот так накрутить гриб, ножку этого гриба, снова смазать крахмалом. И когда вы смазываете, обязательно вот такое движение, когда вы ножку как бы вправляете под шляпку. Ножка нависает на шляпку. Вот. Так, грибочек-то мой, полежи, подожди, а я ребяткам помогу. А вы обращали внимание, какая форма ножки у белого гриба? Вот кто у нас грибник настоящий? Сейчас выясним. Какая ножка у гриба, Наташ? Белая. По цвету белая, а по форме? Плотная, по структуре своей, а вот по форме? Толстая. Она к низу еще и расширяется бывает, да? Правда. И толстая ножка такая вот к низу расширяется. Смотри-ка, вот мы сейчас вот так покрутим. Сейчас, Сереженька, немножечко надо вот так нахлобучил шляпку. Про гриб говорят, смотрите, это грибок нахлобучил себе шляпку. Ну вот скажите мне, пожалуйста, трудно ли вам было это делать? Легко. Легко. А интересно? Да. Во-первых, наш гриб, он должен быть у нас не с белой шляпкой, а с какой? С темной коричневой шляпкой. Вату мы сейчас тоже бережно вот так сложим в сторонку, чтобы она у нас не мешала. А самое главное, вы должны отодвинуть бесценные наши сокровища, наши старинные игрушки. Грибы. Грибы, вот эти, ты знаешь, я эти грибы сделала вот так же легко и просто, так что я их даже могу вот куда-то отодвинуть. С ними ничего не случится. А вот старинные игрушки наши могут нечаянно пострадать, а мы допустить этого никак не можем. Так, ну скажите мне, пожалуйста, хочется ли вам, чтобы ваш гриб стал настоящим по цвету? Да. С коричневой шляпкой. Тогда мы сделаем следующим образом. Вот у нас с вами краска. Наташенька, возьми вот там стаканчики с водой. Один вам с Сережей. Один нам здесь с Олей из синий. Вот вам по кисточке. Так, ну давайте наше рабочее место приведем в порядок. Подвинем немножечко корзинку, краски. И сейчас начнем с вами работать. Обмакнем кисточку. Вы художники даже лучше, чем я наверняка. Водичку. Вот знаете, что удивительно, что мы будем раскрашивать с вами прямо по мокрому, по крахмальному. Послушай меня внимательно. Надо взять грибок в руки. Он сейчас обидится на тебя. Держи его скорее в руках. Набрать побольше краски, поменьше воды. И посмотрите, пожалуйста, вот так раскрашивать, стараясь не попасть на обратную сторону шляпки. Потому что у белого гриба какого цвета шляпка? Сверху она темненькая, а внизу какая? Светлая. И вы знаете, что гриб не бывает такой уж прямо однородно-коричневого цвета. Я вам предлагаю взять еще и смешать. Добавить немножечко другого тона. И тогда у вас более живая, более натуральная будет шляпка гриба. Расписывать можно также и в сухом виде. Вот в сухом виде удобнее расписывать, когда у вас грибов много. Или каких-то игрушек много, то тогда вы, например, их все налепили. В процессе удобно как бы один этап работы выполнить, с мокрым делом закончить. А потом раскрасывать, расписывать эти игрушки. Потому что ведь кроме грибов можно делать великое множество игрушек. Часть из которых требует изготовления отдельно каркаса. И потом удобнее красить уже тогда внутреннюю часть гриба. Тогда не будет пачкаться. Водички старайтесь брать поменьше, потому что чем меньше воды, тем быстрее высохнет ваш грибочек. А знаете ли вы, что потом для правдоподобности мы еще сделаем с вами одну очень интересную и хитрую вещь. Вы, наверное, обратили внимание, что ножки моих грибов, кончики ножек грибов, такие черненькие, как будто в земле. Теперь послушайте, едва-едва капельку краски, прям вот чуть-чуть, потому что она чуть-чуть должна быть окрашена, эта поверхность. И вот так легонечко подкрасили. И если у вас... Осторожно! А то сейчас краска разбрызгается и испортит твою такую замечательную работу. Вот сейчас раскрашиваю, если даже у вас... Не надо покрасить это. Нет, ножку ни в коем случае. Ни в коем случае. Иначе тогда гриб не будет похож на тот благородный гриб, который мы с вами старались создать. Ну давайте теперь сделаем земельку. Посмотрите, какую хитрость мы сделаем. Мы сейчас немножечко подогнем проволочку, чтобы она нам не мешала подогнить ее. Обмакнем вот так ножку в крахмал. Ой, в крахмал. И дальше спитой чай, вот так, посмотрите. Посыпем. Подождите, я каждому подвину, а иначе у нас все будет испачкано сейчас и будет совсем некрасиво. Ну-ка. Посыпайте теперь. Как будто солите. Можно и вот так поставить прям, посмотри, Оленька. Можно поставить. Оп. И поднимай. Отлично. Вот ставить даже вам удобней. Вот давайте так сделаем. Теперь вы с Наташей. Теперь мне куда встанут? А вот мы сейчас покажем наши готовые грибы. Мы среди зимы за 15 минут нашли таких удивительных 5 белых грибов. Вот это да. Это 6. Как 6? Еще Марина Иосифовна. Ну вот я нашла один и вас четверо. 4 плюс 1 и будет 5. 5. Вот. В нашей корзинке пополнение грибов, вот они высохнут и точно украсит ваши новогодние елки. А может их пока в корзинке? А в корзинке они испачкаются и не смогут сохнуть. Вот если вы хотите, чтобы ваши грибы высохли хорошо, то дома их нужно будет просто положить рядом с батареей, можно на полу, можно на столе, если батарея находится рядом со столом, на обычный белый листочек бумажки. И ваши грибы замечательно высохнут, а утром они будут такие легкие и прочные. Вытащите вот так два кусочка проволочки, два хвостика. И когда будете наряжать дома елку, то они помогут закрепить ваш грибочек на веточке елки. Вот так вы были большие молодцы. Давайте положим сейчас гриба, я вам расскажу одну интересную историю и покажу что-то еще интересное. Вот мы с вами сделали грибочек сейчас, у него самый простой был каркас. А вот посмотрите, пожалуйста, вот это кто у меня? Это чайка. Чайка, думаешь? Журавль. Журавль. И пока вот он выглядит как гадкий утенок. А потом превратится в прекрасного лебедя. А хотите посмотреть, как из проволоки сейчас на ваших глазах родится каркас этой игрушки? Да? Потому что ведь мы сейчас вот делали с вами гриб. Мы его лепили на основу, на каркас. Каркас там состоял из картоночки и проволоки. А здесь из одной проволочки. Смотрите, как мы будем делать. Мы возьмем с вами проволочку цветной изоляции. Вот так закрутим немножечко. Как вы думаете, что это будет? Клев. Это будет клюв. Потом выделим на этой проволочке голову. Голова у нас будет вот такой вытянутой, овальной немножечко формы. Видно? Да. Потом, ведь мы делаем лебедя, мы сделаем длинную-длинную шею. Оставим побольше проволочки закрученной, чтобы у нашего лебедя была красивая, грациозная шея. И тогда он будет очень красиво смотреться. А дальше у нашего лебедя будут два крыла. Да? Вот одно крылышко. Оно пока бесформенное и даже не очень похоже на крыло лебедя. Правда? Как будто это цветочек с двумя листиками. Посмотрите, бутончик не распустившийся. И два лепесточка. Похоже? Угу. Похоже. Но сейчас надо, чтобы эти наши листочки, лепесточки превратились в крылья. Сначала их закрепить. И я вот так перекручу проволочку. Проволочка такой удобный для этого материал, что можно с ним делать все, что тебе захочется. Он мягкий и удобный. Вот. И форму принимает такую, как мне нужно. Закрепила. Не так сильно, но немножечко. Перекручу вот так еще для прочности. И дальше начну формировать крыло. Вот мы и сделали крылышки. Когда будем лепить уже вату, то мы сумеем с вами эти крылья формировать и делать изгиб с помощью объема. Придавать форму правильную. Избыток проволочки я вот так убрала. А из остатков проволочки я сделаю вот так хвост. Он пока сейчас немножечко нелепо смотрится, этот каркас. Потому что он требует объема. Но как только появится объем, то вот эта синяя проволочка такая, пока непонятная и странная, превратится в прекрасного лебедя. До сих пор во многих домах с теплотой хранят такие игрушки. Без сомнения, получившиеся у вас игрушки станут самыми любимыми и будут храниться в семье, как самое дорогое сокровище. И каждый Новый год будут украшать вашу елку. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok